Друзья, с вами Денис Гик и сегодня такой будет весьма забавный обзор, вернее анти-обзор, потому что настолько голимого товара мне не приходило еще. Почему у меня такие сразу выводы? Я уже попробовал его в действии. В общем, это такой бытовой компрессор, который предназначен, как здесь нарисовано, для накачки мячей, колес, покрышек, велосипедных шин и так далее. Имеет он питание 12 вольт, это по типу автомобильного компрессора. Тут вообще на коробке не указано 250 PSI или 300 PSI, но якобы 20 бар он держит. То есть 300 PSI это примерно 20 бар. Вот он у нас. Так, какой примерно, блин, точно. Ну, настолько это гуаной летучей обезьяны, потому что я уже его испытал и у меня есть, я сделал ресивер для тестирования ресивера из пластиковой бутылки. Прокачал чуть-чуть, попытался набрать какое-то давление, вообще перестал реагировать. Единственное, что он реагирует, так это на закрывание клапана. Тогда давление, но мне давление начинает расти, но мне стрёмно было, до десятки доходило. В общем, сейчас я отправлюсь на балкон и мы будем тестировать его полностью. И, кстати, после такой накачки бутылки, там буквально минуты две, бутылка начала осеиваться туманом. После того, как я открыл клапан, оттуда бы начал валить дым, то есть где-то что-то там подгорает, ну, посмотрите. То есть внутри там шатун, вернее поршень, двигатель обыкновенный, то есть, да блин, и вся конструкция. Это всё хреновый пластик, который, ну, просто пластмасса, блин, я на него даже ссылки давать не буду. 27 бар, 300 PSI, короче, значит, комплектация единственное, что вроде как более-менее. То есть, насадка для мячей вроде как, это, возможно, для покрышек, ещё вот такая вот штуковина пошире. И откидуха, это для того, чтобы стравливать здесь давление, а здесь всё у нас типа на резьбе вроде как. Вкручиваются сюда, или просто зажимаются. Да, просто зажимаются там лапки, и плюс оно ещё сбрасывает давление, когда открытый режим. Вот, значит, провод тоже такой хреновастенький. Ну, в общем, давайте сейчас перенесёмся на балкон и продолжим. Так, где-то мой ресивер уже пропал, значит, делаем новый просто. Таким вот образом готовый ресивер. Достаём с комплекта. Даже сильно. Сильно даже я разогнался, значит, маловато. Наверное, тоже маловато. Так, ещё следующая ступень. Вот, вот оно. Готовый ресивер. Зажимаем наш концевик, ниппель так называемый. И теперь подкидываем питалово. У меня всё это будет от лабораторника питаться, значит. Выставляем здесь 12 вольт. Пусть даже чуть больше с запасом будет. 12,5. Так вот я... Ну, что ж, друзья, давайте погудим. Сейчас, блин, палёнка пойдёт. Так, минус. Плюс. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Чтобы было видно, как происходит вся эта деформация, как она будет разгибать. И постараюсь вот таким вот образом хотя бы. Ну что, поехали. Не стартанет он с блока питания просто так, потому придется вначале запустить блок питания. Не хватает. Прокачала кое-какое-то время. Значит где-то минуты 3, то есть до 20 из 300 PSI до 20, это 2 бара. Ну теперь... Ну в принципе накачала. Запах слегка подпаленного, но недостаточно, думаю, нагрелась данная конструкция. Или возможно часть уже выгорела. То, что раньше подкапчивала, подванивала и запускала. Сейчас еще будет один тест. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Посмотрите, то есть уже мутный и дымок такой уже подгорает. Фу, блин, вонючая, горючая. Подгорает внутри металл, вернее там на стенках трется все это и подгорает. То есть и эта коптильня вся оказывается вот этой вот бутылки. То есть это причем времени не так уж это и много. То есть там первые там 2-2,5-3 минуты, второй раз где-то минута 20, минута 30. В общем, вот такая вот фигня. Ну, в общем, друзья, данную вещь, данный компрессор... Блин, он горячий. Данный компрессор я крайне не рекомендую покупать. Лучше возьмите что-нибудь раза в 2-3 дороже, но оно будет нормально работать. Значит, максимально, что не можно накачать, это мяч и, возможно, покрышку велосипеда. Но не более того. То есть даже баллон со сжатым воздухом будет весьма сложно и весьма опасно, потому что немного меня стремает пластиковый корпус. Если вдруг там что-то, клеманет что-то сойдет, блин, его может разорвать. А эта штуковина под давлением меня все-таки это немного напрягает, потому на долгое время... Ух ты ее! И вот здесь вот просто кипяток на обжинке. Как оно хреново все сделано? Пластиковое. Просто, просто опасно. В общем, друзья, не советую вам эту фиговину. Ну, если у вас есть какие-либо интересные компрессора, предлагайте под видео в описании. Мне также будет интересно. Я попробую поискать на Алиэкспрессе, что же предлагают продавцы и по отзывам отобрать что-нибудь интересное. В общем, друзья, спасибо за внимание. Не покупайте фигню такую, как я сделал вот эту. Ну, в принципе, для мячей она пойдет. Тем более, кстати, эта штуковина портативная, питается 12 вольт. Можно там запитать от какого-либо аккумулятора и использовать где-нибудь на природе, там, разовые. Хотя, возможно, даже, кстати, такой штуковинный матрас за полчаса накачает. Но ее, возможно, расплавит и разорвет. В общем, друзья, всем спасибо за внимание. Пока-пока. С вами был Денис Гик. Субтитры подогнал «Симон»!